В этом и следующем уроке мы поговорим о широко используемых форматах JPEG, PNG. Также немного о новых. Дело в том, что популярный в народе JPEG появился в начале 90-х годов прошлого века. Несколько лет спустя появился PNG, и сейчас эта разница во времени кажется несущественной. Но ее хватило, чтобы PNG пришлось бороться как с GIF, который появился вообще в конце 80-х, так и с JPEG за место под солнцем. Мы воспринимаем эту гегемонию трех веб-форматов как само собой разумеющееся положение вещей. Вебы их для всего хватает. Сначала посмотрим, как работает JPEG, потом поговорим о более современных форматах сжатия с потерями, которые только выходят на рынок. А потом перейдем к форматам сжатия без потерь, где в первую очередь встретимся с PNG, а потом кратко поговорим о лузлис-версиях вышеупомянутых современных форматов. Я обошел вниманием в вполне достойный формат GIF, не выделив ему персонального фрагмента. С этим форматом мы будем сравнивать PNG. Все равно детально мы эти алгоритмы разбирать не будем, а вот JPEG мы раскопаем чуть более глубоко, хотя бы просто потому, что подход к сжатию здесь любопытный. Да и сталкиваемся мы с этим форматом чаще всего. Надо же понимать, что за магия там творится и что мы на самом деле теряем, когда сохраняем фотографии в этот формат.